Здравствуйте! Это программа новостной дайджест Татарстана. Мы собрали самые свежие новости к этой минуте. Вот о чем расскажем. Сегодня, 20 мая, татарстанцам будет полезно и интересно узнать, как будем жить после пандемии COVID-19, рассказал президент республики в студии нашего телеканала. Купальный сезон откроется вовремя. В мэрии Казани пообещали. В Альметьевске застрял передвижной зоопарк из Пятигорска. Руководство зоопарка просто счастливо. Чему так радуется? Узнаем у наших коллег и татарстанским колледжем. Разрешили работать очно. Накануне наш телеканал «Татарстан-24» или телеканал «Эфир» посетил президента Татарстана. Началось все с небольшой экскурсии по тем местам, которые для зрителей, даже для президента обычно закрыты. Монтажные, аппаратные. Редакции службы новостей, куда президент зашел в первую очередь, сердце телекомпании. Работа здесь не останавливается ни на минуту. Новости поступают сюда со всей республики и никакой вирус не способен парализовать работу. Далее президенту показали эфирную аппаратную. Здесь контролируется качество вещания. 13 филиалов Татмедиа одновременно, удаленно загружают в сервер свои программы. В аппаратной круглосуточно работают люди. Заинтересовало президента и то, как устроена студия, откуда ежедневно выходит в прямой эфир новости. Каждый час, 7 дней в неделю. У зрителей канала «Татарстан-24» есть возможность знакомиться с самыми свежими новостями республики. После экскурсии президент Рустам Яниханов прошел в большую студию под прицел видеокамер и вопросов от наших коллег. Нижнекамск, Набережная Челны, Альметьевск включались в разговор дистанционно. Вопросы от них были про свое, про наболевшее. Поддержку врачей и учителей, как спасти бизнес, которому еще не разрешили открыться и вообще, как будем дальше жить. Нам долго придется еще жить с коронавирусом. Я сразу говорю. Но я могу сказать, что сегодняшние меры, если мы будем соблюдать дистанции, соблюдать меры предосторожности, организовывать работу. Я пришел к вам, посмотрел, все люди в перчатках. Все работают. Социальная норма дистанции сохранена. Поэтому это, наверное, самое главное. Ну и главная задача сегодня перед нами стоит в том, чтобы стабилизировать экономику. Чтобы, во-первых, люди тоже, ну вот представьте, полтора месяца находиться дома. Значит, там ограниченный выход. Ни прогулок, ни этого. Сегодня все это доступно. Ты можешь и гулять, и спортом можешь заниматься. Но все это должно быть очень правильное и выгодное. Правильно и выверено, значит, при строгом соблюдении масочного режима в общественных местах. Общественные места, кстати, в республике постепенно открываются. Музеям, бассейнам, фитнес-центрам на неделю уже разрешили работать. Правда, при очень ограниченном количестве посетителей. И неожиданная по смелости, но ожидаемая по времени, по сезону новость, которую озвучили в Казанской мэрии. Купальный сезон не отменяется. В столице он откроется, как и всегда, 1 июня. Рассказал об этом руководитель дирекции парков и скверов Марат Закиров. Два пляжа озера Комсомольска и Лебяжи начнут свою работу в первый день лета. Напоминаю, что береговые зоны у центра Семи Казан парка Победы, парков имени Урийского и Черного озера, предназначены лишь для комфортного отдыха на берегу. Вода в этих удараемах не предназначена для купания. Дирекция парков и скверов планирует проведение обширной летней программы. Безусловно, многие мероприятия придется скорректировать в связи с новыми правилами безопасности. Что-то мы будем вынуждены перенести на осень или на следующий год. Так, наш фестиваль гриль и барбекю гриль фест в Горкинском лесу планируется провести в начале осени. Фестиваль мороженого в парке Горького пока запланирован на июль. Ярмарки самозанятых на август. Многие мероприятия, будь то тренировки в рамках проекта «Зеленый фитнес» или проект «Детская барахолка», готовы подстраиваться под новые реальности и вводить, например, предварительную регистрацию. Но в данный момент вся программа находится в режиме ожидания. Бизнес, который обычно работает на территориях общественных пространств, магазинчики, мороженое, общепит на вынос. Сегодня она работает только на вынос, пока никаких кафе и столиков. Весь этот бизнес тоже постепенно вернется, обещали в мэрии. Кстати, о восстановлении бизнеса, времени, которое на это потребуется, и условиях Рустам Яниханов накануне в этой студии тоже говорил. В гостинице, я думаю, еще минимум год им надо будет прийти в чувство. Ресторанный бизнес. Есть бизнесы, которые на самом деле инерционные и зависимы от туристов, от каких-то других вопросов. А есть бизнесы, которые связаны со спросом. Если республика 50% своей продукции экспортировала, то есть у нас есть проблема со спросом. Надо, как опыт Китая, надо увеличивать внутренний спрос. И закончили на приятной теме предстоящего столетия ТАССР. Глава республики пообещал, что праздник состоится, правда, чуть позже, ближе к концу лета. Мы планируем в июне месяце провести торжественное заседание правительства также в части. Но я думаю, что тихо-тихо мы видим, что уже мы на улицах, мы имеем возможность хоть на дистанции общаться. Но к столетию мы же подготовили очень много объектов. Я думаю, что у нас основные мероприятия мы проведем в августе, дню республики. К этому времени я уверен, что ситуация будет уже более стабильная. Поэтому столетие республики никто не отменял. Фермеров татарстанских и всех российских просят сообщать о больных COVID-19 животных. Или если есть хотя бы подозрение, что животные заболели. Сообщать на специальную горячую линию эту информацию, номер телефона можно найти на сайте Минсельхозпрода Татарстана. И хотя Федеральная служба по веднадзору официально заявила, что пандемия не повышает риски передачи коронавируса сельхозживотным. По данным Россельхознадзора, кошки и собаки после контакта с больным человеком все-таки могут заразиться. И такие случаи зарегистрированы. Опасность, что животные могут заразиться коронавирусом, может и пугает руководство передвижного зоопарка, который приехал в Альметиск. Приехал из Пятигорска еще два месяца назад, но в зоопарке. Этом, который пока закрыт, как и, собственно, все на карантин, происходят демографические чудеса. У пары канадских волков появились трое волчат. Это было только начало. Редкая белая бенгальская тигрица родила трех тигрят. И теперь пополнение ждет пума. С нами на прямой связи сейчас наш коллега из Альметиска Татьяна Леонтьева. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, вы ведь этот репортаж, этот сюжет, который мы сейчас посмотрим, снимали вы лично. И, насколько я знаю, тигрица как-то не сильно вам была рада и не стремилась вашему оператору своих малышей показать. Расскажите, как это было. Около двух месяцев назад Пятигорский зоопарк, гастролируя по Татарстану, приехал в Альметиск. И здесь его застал режим самоизоляции. Соответственно, работу свою он прекратил. И сейчас, как и все, несет убытки. И если на еду и на зарплату работникам ему хватало, то возникли проблемы с арендной платой. И еще одна причина, по которой зоопарк не мог уехать, это как раз-таки белая тигрица Майя ждала потомства. И в начале мая оно, наконец, это событие случилось. Давайте мы репортаж ваш посмотрим, потом вернемся к разговору. У нас много вопросов к вам. На днях белая бенгальская тигрица по имени Майя стала мамой. У нее родилось трое тигрят. Роды были сложными, говорит руководитель зоопарка. Но сейчас мама и малыши чувствуют себя отлично. Рождение тигрят с белым окрасом достаточно редкое явление. Поэтому цветом шерсти тигрята пошли в папу. Уссурийского тигра по имени Шерхан. Сперва две штуки родила, потом уже смотрим, что-то без настроения. Очень начали беспокоиться. Ну, потом в 12 часов дня мы смотрим, что-то речь уже. И сама начал все облизывать, смотрим. И начал кормить. Уже как начал кормить, мы уже успокоились. Ранние детеныши появились у черной канадской волчицы. А сейчас малыши уже подросли. Во всю ползают и исследуют мир. Еще одно радостное событие ожидается в зоопарке в конце мая. Должна принести потомство пума. Сейчас будущая мама тоже чувствует себя хорошо. Ситуацию с зоопарком на личный контроль взял глава района Тимур Нагуманов. Он поручил городским службам обеспечить зоопарк всем необходимым. Еды у зоопарка достаточно. Холодильники с мясом для хищников заполнены. За состоянием здоровья животных следит ветеринарная служба. Большое спасибо главного врача, контролировал насчет мяса, нам помогали. У нас, видите, в основном все хищники. Люди раньше беспокоились, они узнали, что животных голоден. Нет, вот видели все, что животные, они все находятся в хорошем состоянии. Сытые, отличные животные, все упитанные. Как минимум 20 дней после появления малышей зоопарк не сможет покинуть Альметьевск. После, когда все ограничения особого режима будут сняты, собираются дальше гастролировать по Татарстану. Сюда они приехали более двух месяцев назад. Тут Пятигорский зоопарк застал режим самоизоляции. Сейчас зверинец по-прежнему не принимает посетителей. Татьяна Леонтьева, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. Татьяна, вот мы из уст директора услышали о том, что животные ни в чем не нуждаются в еде, что мяса у них достаточно. Вы то же самое сказали. А кто зоопарку помогает? Я ведь, насколько знаю, у альметьевцев был такой душевный порыв начать собирать деньги для того, чтобы животные не страдали. Сейчас кто помогает зоопарку? Да, очень многие жители беспокоились, что животные голодают. Писали об этом в социальных сетях, приходили сами, приносили еду и деньги. Сейчас вопрос на контроль взял глава района Тимур Нагуманов. Городские службы обеспечивают зоопарк всем необходимым, в том числе и кормом для животных. И ветеринарная служба следит тоже за здоровьем животных. Так что сейчас зоопарк ни в чем не нуждается. Как альметьевцы относятся к такому неожиданному прибавлению, которое случилось на вашей территории? Насколько я знаю, они пытаются даже придумать имена этим малышам. И представляю я, как любопытно им посмотреть на этих малышей, потому что два месяца на вашей территории происходят такие чудеса, а вы даже не можете посмотреть. Расскажите, как они реагируют, насколько они активны. Альметьевцы? Ну, эта история вызвала очень большой интерес у жителей. Один из пользователей в интернете предложил назвать тигрят в честь Альметьевска. Другие тоже эту идею поддержали. Начали присылать в комментариях свои варианты. Сейчас я могу зачитать некоторые из них. Многие придумывали клички с местным колоритом. Например, нефтяша, коралты, нефтяник, матур, акбар, статарин, бука и шатлык. Некоторые подписчики даже предложили назвать тигрят в честь главы района Тимура. И достаточно часто звучат варианты, образованные от города. Альмет, Альма, Альметик. И предлагаются имена на злобу дня. Например, ковид, корона, коронавирус, самоизоляция и даже штраф. И многие жители ждут с нетерпением, когда зоопарк все-таки откроется. И директор зоопарка сообщил, что даже когда все ограничения будут сняты, и он сможет уехать, какое-то время они еще останутся, чтобы показать тигрят и других животных нашим жителям. Вот, вот я к этому тоже клонила. Потому что, естественно, они же, получается, даже поработать не успели на вашей территории. Только приехали и начался карантин. А теперь малыши родились, им нужно уезжать через 20 дней. Правильно я понимаю? Раньше, чем через 20 дней, они не тронутся с места. Да, по информации директора зоопарка Владимира Айвазяна, сейчас у них нет разрешения, чтобы передвигаться. Плюс к тому еще родила тигрица, еще 10 дней примерно. Они не смогут никуда передвигаться. И в конце мая они ждут еще одно прибавление, должна принести потомство Пума. Поэтому они задержатся еще примерно на месяц. Перечень с именами не забудьте директору зоопарка передать, потому что имена на самом деле интересные, классные. И альметьевцы тоже чувствуются, народ юморной. Спасибо большое, Тань, что к нам сегодня на прямую связь вышли. Было очень приятно. Напоминаю, с нами на прямой связи с нашей студией была наша коллега Татьяна Леонтьева из Альметьевска. Татарстанским колледжам разрешили вернуться к очной форме работы. Сейчас по программе у колледжей стоят практические занятия. Проводить их надо, понятное дело, не дистанционно, в мастерских, в лабораториях, на производственных участках. Поэтому сделали такое послабление. На сайте Минобраза Республики мы видим официальную информацию. Так и написано на этом сайте, что профессиональная образовательная организация по согласованию с Республиканским министерством сама принимает решение о возобновлении очного образовательного процесса для отдельных структурных частей профобразовательных программ с учетом анализа естественной эпидемиологической ситуации и при строгом соблюдении всех САН, ПИН, правил и норм. С 19 мая колледжи могут по решению руководства приступать к работе в обычном очном режиме. Заниматься, кстати, в учащемся колледже осталось совсем немного, месяц с небольшим. А вот учебный год для системы среднего образования завершается 30 июня, а с 1 июня в колледжах стартует приемная кампания. К этому часу пока это вся информация. Мы следим за развитием событий, самых главных в Татарстане. Спасибо, что вы с нами. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!